Является ли криптовалюта законным платежным средством на территории нашей страны? С какого момента гражданин считается налогоплательщиком? На эти и другие вопросы сегодня отвечали участники первого всероссийского экономического диктанта. Проверить свои знания в области финансов могли все желающие. Организаторы сформировали задания под разные возрастные группы. Только в Ненецком округе за парты сели порядка 500 человек. Это школьники, студенты, сотрудники различных организаций и предприятий. На одной из площадок побывала наша съемочная группа. И хотя в программе сегодня нет спектакля или концерта, актовый зал огранно-экономического техникума забит до отказа. Вместо зрителей участники первого в истории России экономического диктанта. Студенты СУЗа готовятся проверить свои знания в области финансов. Для многих это сложная тема. Несмотря на то, что оценка за работу выставляться не будет, учащиеся все равно переживают. Впрочем, успокаиваются, когда узнают, что задание в виде теста на 20 вопросов. Необходимо ответить примерно за час. После того, как Скива-Облонский, герой романа Глазовского, Анна Каренина, продал лес, он предстает перед читателями с оттопыренным карманом серии. Что это означает? А это уже соседняя аудитория. Здесь задания решают взрослые. Вопросы гораздо сложнее. Один из них является ли криптовалюта законным платежным средством в Российской Федерации. На выбор четыре варианта ответа. Для студентов упрощенные вопросы, потому что он нацелен не на экономические специальности, а для всех студентов в целом. А для взрослых, соответственно, вопросы уже посложнее. Очень интересно посмотреть, какие результаты покажут наши ребята. Сами же студенты, участники первого всероссийского экономического диктанта, признаются. Некоторые вопросы оказались настолько сложными, что без интернета просто не обойтись. Однако пользоваться всемирной паутиной во время теста было запрещено. Поэтому многие отвечали наугад. Первые десять вопросов мне показались более простыми. Остальная часть вопросов были сложные. Потому что там были вопросы по фильмам, которых я даже не смотрела и не читала книг. Были вопросы те, которые мы изучали на экономике в техникуме. Отнюдь нелегкими показались задания и взрослым. Педагоги техникума говорят, экономический диктант – хорошая возможность проверить свои знания. Причем не только в области финансов. Часть вопросов касалась истории и даже литературы. Я думаю, что это вопросы базового уровня были заданы, на которые хорошо бы знать ответ всем. Но тем не менее тест был очень интересный, своеобразный. Даже включены были вопросы из литературы и на примере художественной литературы были заданы. То есть из реальной жизни, так сказать, разных времен, но актуальны для нас. Что касается результатов, то они станут известны уже на следующей неделе, 14 октября. Увидеть их можно будет на официальном сайте организатора Всероссийского экономического диктанта.